Сабан-плуг и туй-праздник. Именно таково происхождение слова Сабан-туй. У этого татарского праздника многовековая история, но сохранил он свои традиции и сегодня. И вот уже в 14-й раз он с размахом прошел в Московской области. Познакомиться с национальными обычаями, попробовать лакомство и угощение, окунуться в быт татарской семьи. Такая возможность была у всех гостей, пришедших на Сабан-туй-2018. Отмечаемый ежегодно, этот праздник в честь завершения сбора урожая символизирует силу и ловкость татарского народа. И эти качества были продемонстрированы в различных конкурсах и забавах. Разбивание горшка с закрытыми глазами, доставание монеты из кислого молока, бег в мешках. После азартных состязаний и знакомства с татарской культурой и обычаями состоялся праздничный концерт. Артисты в национальных костюмах исполнили веселые и зажигательные песни и танцы. Ленинский район на празднике представил Феликс Жамалиев, который возглавляет местное отделение региональной общественной организации Татарский национальный центр Московской области. По его словам, Сабантуй не только дань давним традициям, но и олицетворение дружбы в многонациональной России. Практически все это пересекается в народности, все эти праздники, потому что мы жили всегда в соседних деревнях. Одна деревня татарская, вторая русская, третья чужорская, четвертая мордовская, марийская. И вот это вот все внесло в культуру народности, вот это вот смешение. И у нас практически одно и то же просто название разное. Подготовил наш муниципалитет и сюрприз для пришедших на Сабантуй. Перед аудиторией выступили гимнастки из Видновского спортивного клуба «Аврора». Спортсменки продемонстрировали таланты в работе с лентами и обручами. Девочки профессионально занимаются художественной гимнастикой. И вот в качестве подарка у меня половина детей так или иначе относятся к этой национальной культуре. И вот в качестве подарка решили выступить здесь. Праздник Сабантуй находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества. Ведь это настоящий символ национального единства.